На площадке будущего парка строительная техника работает практически без перерыва. Отдыхать некогда, сроки поджимают. Многие аллеи уже украшают новенькая брусчатка. К завершении подходят и монтажные работы. Основная у нас сейчас работа ведется на территории детского творчества. Там мощение брусчаткой, сейчас подготовлена уже поверхность под резиновое покрытие. И, соответственно, остался у нас амфитеатр. Перед строителями изначально стояла задача открыть обзор. Поэтому было решено убрать старую пожарную лестницу, которая прилегала к кинотеатру. Заметно преобразились и сами здания. Но одним из самых красивых мест станет, конечно, фонтан. Правда, пока он больше напоминает котлован с непонятной конструкцией, но совсем скоро станет еще одной досопримечательностью города. Такого фонтана, я считаю, что нет. Это уникальный фонтан. Во-первых, он в своей форме уникален уже. Во-вторых, освещение под водой – это своя тоже уникальность. Две красивые арки будут, которые будут освещаться разным цветом, и с них будет сливаться вода. Это тоже оригинальность. И внутри решеток еще будет нижнего, вот этой чаши будут еще светильники. Строительство парка не обошлось без современных идей. Скоро сердце города засияет совершенно по-новому. Сквер украсят декоративные стойки с интерактивным освещением. Пром-лайн. Это почти 400 метров световой линии, которые разместят по всему периметру парка. Навигация, арт-объекты, новые скамейки, игровые площадки, место для свиданий. И это лишь малая часть того, что появится в сквере. Осталось только дождаться окончания строительных работ. Их планируют завершить к августу. Регина Сулейманова, Рафаэр Акипов, Новости НТР. Рафаэр Акипов, Новости НТР.